а не зажалеть бы тебе себя до смерти привет аналпер в этом выпуске передачи ментальная зарядка мы с тобой поговорим о том как изменить в себе чувство жалости к самому же себе и я тебе объясню почему по моему мнению это чувство является контрпродуктивным ты же стремишься к продуктивности правильно ты хочешь быть более ресурсным хочешь успевать больше делать дел ты хочешь получать большие результаты но многие из нас к сожалению страдают жалостью к себе когда мы культивируем в себе чувство жалости к себе мы тем самым культивируем у себя состояние жертвы а что такое состояние жертвы она порой очень даже комфортно когда мы находимся в состоянии жертвы мы и ведем себя соответственно и когда мы ведем себя так как ведет себя жертва мы постоянно ищем во-первых агрессора это тот кто создает нам в жизни проблемы либо какие-то препятствия и точно также мы находим себе спасателя когда мы находим себе спасателя нам становится хорошо и легко есть кто-то кто нас жалеет есть кто-то кто о нас заботится и согласись из такого состояния порой не хочется выходить всем же хочется чтобы о них заботились но что мы делаем в отношении себя когда мы аккумулируем в себе чувство жалости к себе здесь как бы нету получается внешних людей нету внешнего гонителя либо агрессора и нету спасателя но так кажется только на первый взгляд почему потому что когда мы продуцируем у себя состояние жертвы когда мы начинаем себя жалеть этот внутренний спасатель и этот внутренний агрессор они проявляются как бы у нас внутри сейчас ты поймешь о чем я говорю допустим у тебя есть какая-то важная нерешенная задача тебе нужно сделать какую-то работу но ты прокрастинируешь ты прокрастинируешь и откладываешь эту работу на потом и как у тебя начинает проявляться твой внутренний агрессор ты начинаешь себя ругать ты начинаешь себя очень сильно долбить да что же это такое почему я не могу себя взять и заставить что-то сделать неужели я какое-то ничтожество твоя внутренняя жертва начинает себя жалеть а твой внутренний спасатель начинает тебе подсказывать и давать возможности делать что-то вместо работы но то что будет приносить тебе удовольствие другими словами по простому когда мы себя жалеем мы начинаем потакать своим слабостям а слабости это что алкоголь курение поедание высококалорийной пищи и все что с этим связано либо пустое времяпрепровождение там в ленте тиктока инстаграма либо чего-то другого и да действительно когда мы себя жалеем действительно мы начинаем как бы расслабляться потому что наш внутренний гонитель он нас критикует соответственно наша внутренняя жертва становится еще более утвержденной в своей позиции и наш внутренний спасатель позволяет нам делать все что мы хотим и это корень проблемы а теперь поговорим еще от состояние жертвы немного что дает состояние жертвы состояние жертвы дает тебе свободу от ответственности от своей внутренней ответственности когда ты находишься в состоянии жертвы да у тебя нет ответственности это безусловно выгодно но также у тебя нет и свободы то есть ты идешь по пути внешних обстоятельств просто прими этот факт и чтобы изменить состояние жертвы я тебе рекомендую перестать себя жалеть но перестать себя жалеть тоже не так просто если ты привык себя жалеть то это будет сделать достаточно сложно я тебе предлагаю разобрать еще одну метафору где ты поймешь как очень быстро изменить состояние жалости к себе на состояние заботы о себе потому что это совершенно разный уровень состояния и так приведу небольшой пример допустим ты сидишь где-то в кафе и в этот момент в кафе появляется ну допустим человек инвалид на инвалидной коляске к примеру там без ноги появляется и если ты его хочешь пожалеть что ты сделаешь этому человеку ты к нему подойдешь и скажешь друг брат сочувствую как плохо оказаться в твоей ситуации но что этому инвалиду от твоих слов наверное вообще ничего то есть когда мы кого-то жалеем это не ресурсно как для нас так и не ресурсно для того кого мы жалеем а теперь давай представим что та же самая ситуация тоже самый инвалид и у тебя появилось желание позаботиться о нем и уже когда у тебя появилось желание позаботиться о нем и ты подошел к нему ты не будешь его жалеть не будешь гладить его по голове и говорить как я тебе сочувствую потому что это ни о чем а из состояния заботы ты ему предложишь слушай брат могу я тебе чем-нибудь помочь чем я могу быть тебе полезен что я могу сделать сейчас для тебя хорошего чтобы тебя было лучше чтобы тебе стало круче кстати обратите внимание что многие люди которые являются инвалидами которые ну вот имеют какие-то особенности они очень сильно отличаются от многих других тем что у них состояние жертвы напрочь отсутствует почему потому что она контрпродуктивно так что я предлагаю сделать тебе мой дорогой друг я предлагаю тебе относиться к самому себе не как к жертве а как к человеку о котором тебе действительно искренне хочется позаботиться как это сделать очень просто когда тебе плохо когда ты понимаешь что ты начинаешь немножечко жертвить просто представь себя со стороны увидеть как ты выглядишь и задай себе вопрос не как я хочу этого человека пожалеть что я еще ему сделаю дам ему сладости и дам ему покурить дам ему алкоголя дам ему еще что-то дам ему много часов посидеть в тик токе это не помогает это контрпродуктивно а если ты посмотришь на себя со стороны посмотришь на себя на этого настоящего человека который сейчас находится может быть не в самой простой жизненной ситуации который может быть устал или он чем-то озабочен либо он находится в стрессе если ты задашь самому себе вопрос как я могу об этом человеке позаботиться то здесь ты уже выскакиваешь из роли жертвы почему потому что забота это действие жалость это вообще непонятно что это какое-то чувство какое-то чувство сострадания которое помогает усилить состояние жертвы и у тебя есть хорошая альтернатива заменить это на состояние заботы либо заботливости и если ты начнешь к себе подходить не с желанием проявить жалость с желанием проявить заботу ты найдешь очень много способов быть в ресурсе ты будешь думать уже ага как я могу об этом человеке позаботиться дать ему сладкого наверное это так себе забота потому что ты знаешь что сладкая может повредить его здоровье а как я могу о нем позаботиться может быть я оплачу ему массаж а может быть я оплачу ему какую-нибудь поездку а может быть я еще что-то для него сделаю а может я ему куплю что-то что он давно хотел купить но откладывал и это уже будет забота как я могу сделать этому человеку хорошо и я тебе рекомендую просмотрев этот выпуск начать о себе заботиться с тобой был юрий пузыревский передача ментальная зарядка увидимся на следующей неделе